Так, здравствуйте моя семья, моя интернет-семья, все кто только что ко мне присоединился. Я приготовила свою мини-лабораторию и вот у меня цветочек цветет вовсю. И я вас порадую, у меня еще идет отсюда новый цветочек. То есть у меня моя примолка будет продолжать меня еще долго-долго радовать. Итак, сейчас вот вся моя лаборатория готова для того, чтобы я сделала одну изумительную косметическую смесь для восстановления кончиков волос. Что это за смесь, как она делается, я вам сейчас все покажу, расскажу. И почему я ею занялась. Во-первых, моя приятельница Леночка, у нее очень сильно стали сечься кончики волос. Она помнит мои волосы после обесцвечивания. У меня есть много видео, и те начальные видео, там видно, что я была белая. И я была многие годы белая, даже не годы, а десятилетия. И естественно, мои волосы очень подпортились. Они не были никогда густыми, никогда. У меня структура волос сама по себе тоненькая, слабенькая, потому что это генетически уже заложено, это уже заранее. Все было запланировано. Вот у меня такой шелковистый, тоненький волос, его мало, и он как пух. В детстве я уже рассказывала девочкам, чтобы какой-то праздник мне мама прям приклеивала. Приклеивала этот бант на пол головы, чтобы прикрыть мои вот такие вот лысинки. Но, как бы я называю это так, три перышка, два направо, один прямо. Одно перо прямо. Вот так вот такие примерно волосики. Но мне удалось, мне удалось восстановить структуру волос. Сделать максимально ее похожую на волосы. Вот максимально я приблизила состояние того, что у меня, так сказать, на голове, приблизила к названию волосы. Ну и, конечно, у меня многие заметили это. Меня с детства то на лысину стригли, то кефиром волосы бабушка все время мазала мне, втирала этот кефир, масла чередой мыли, что только не... Ну и постоянный, конечно, спутник у нас дома. Это хна с маслами. Хна – это у моей мамы коронка. Хна и туда вот все масла. И все. Но тогда масла столько не было, а было только хлопковое масло, там, где я жила. И вот мы разводили вот эту шикарную маску. И благодаря этой маске девочка, у которой волос практически не было, которая родилась такая, обрела волосы. Сейчас, когда смотрят мои видео, где я с волосами, так сказать, распущенными, мне даже делают комплименты. И я, знаете, когда иду по улице с мужем, или даже на море, и волосы мои блестят, очень блестят. И мне часто, мне часто говорят, что какие у вас красивые волосы. А я-то знаю, какие они у меня были красивые. Я-то знаю, это тяжкий труд. Ну и вот дошло до того, что Леночка говорит, Катя, хочу, чтобы были кончики такие, как у тебя. Что ты делаешь? Сделай свой секретный косметический состав. Дала мне бутылочку, чтоб я ей сделала. Я говорю, Леночка, надо это делать две недели на всю ночь. Ты сможешь это? Она говорит, да, ну всё. Итак, приступаем. Что нам нужно? И вообще, девочки, не забывайте, в характере, в манерах, в стиле, во всём, самое прекрасное, это простота. Простота. Вот ни в коем случае не поднимайте носик вверху и избавьтесь от гордыни. Гордыня мешает быть красивой. Вот чем проще, тем более вы принцесса. Поверьте мне. Я уже давно заметила, что девочки, которые с сильными комплексами, с детства, я не знаю, с чем это связано. Многие, которые в сельской местности жили, может быть, чувствуют свою закомплексованность. Не знаю, почему. Мне очень нравятся сельские девочки. Некоторые по другим каким-то причинам. Ну, в общем, я вижу, что чем больше напыщенности вот этой гордыни, тем меньше образованности. И всё это, всё это такая блажь. Вот. Поэтому я и хочу, чтобы мои девчонки оставались интеллигентными, прекрасными, и чтобы в характере, в манерах, и в стиле, во всём было самое главное. Это простота. Будь проще, человек к тебе потянется. И не один человек, а много. Беру вот такую вот свою любимейшую, вот такую вот чашечку. Что я делаю? я, девочки, добавляю туда две чайные ложки настойки аира. Настойка корня аира – это бесподобнейшая вещь. Я обязательно расскажу о целебных свойствах этого. Вот посмотрите, даже если вы посмотрите, я не знаю, увидите или нет, но в нём есть как бы на дне вот слизь такая небольшая. Это очень классная вещь. Даже в настойке она остаётся. В общем, вот эта вот настойка корня аира, которую я делаю сама, две чайные ложки мне понадобится. Даже не чайные, даже чуть меньше, чем чайные, скорее всего, кофейные. Вот раз. Нет, всё-таки чайные. Два. Две чайные ложечки буквально. Дальше. Это я сейчас ей сделаю, потом себе. И, конечно же, я это сделаю всё на видео, для того, чтобы, если она захочет сама, хотя она сказала, я сама не буду всё равно делать. Ну, не будешь, не будешь, давай вместе будем сделаем. Значит, настойка прополиса, одна чайная ложечка. Кто боится спирта, то не используйте вообще спирт, можете чисто масляную, но это уже у вас не будет для кончиков волос, это будет у вас просто такая масочка. А вот нам обязательно нужно использовать. Дальше. Про настойку аира я вам расскажу. Про прополис я вам рассказывала. Настойка прополиса одна чайная ложка, повторяю. Про настойку прополиса я рассказывала. Уже, по-моему, у меня было видео. Поищите, у меня много чего интересного. Вы узнаете. Получается вот такой вот цвет. так что девочкам, блондинкам сразу говорю, что может немножечко темнее кончики волос стать. Поэтому будьте осторожны. Ну, а у тех, у которых русый, светло-русый, все подойдет. Это подойдет. Дальше, девочки. После этого нам нужно витамин Е. вот это токоферол. Токоферол ацетат продается в любой аптечке. Немножечко. Буквально я его сейчас каплю. Три капли. Три капли. Больше не надо. Все. Еще одна. Три капли. Три капельки замешали. Дальше репейное масло нам понадобится. Именно репейное. Сколько репейного масла репейное масло нам нужно где-то примерно 30 миллилитров. Я уж так на глаз, потому что я знаю. Вот. 30 миллилитров репейного масла. И чуть меньше. Немножко меньше. Касторового масла. Здесь написано рыциного алия. Так. Здесь рыциного алия. Что означает касторовое масло. Это, девочки, касторовое масло. Чтоб мне не говорили, что что-то не то вы кладете. Я кладу все то. Я кладу касторовое масло. Касторовое масло я кладу 3 чайные ложки. Оно такое текучее. Раз. 2 и 3. Такой вот у нас получается концентрат для кончика волос. Оно более тяжелое, но все равно перемешать можно прекрасно. Сколько еще в миксер не могу найти. Такой было бы неплохо, но ничего. Вот. Дальше что мы делаем? Дальше я добавляю, девочки, я не знаю, есть в вашем городе, меня спрашивают, где я покупаю. Я не заказываю через интернет ничего. Вот этот у меня это называется кератин. Девочки, кератин для волос. Вот он. Кератин. Не знаю, кому мне он очень подходит. и этой ампулки мне надолго хватает. Но я покупаю, чтобы добавлять шампуни, в бальзамы для волос и вот для такие, когда делаю косметические растворы для кончиков волос. Итак, половина, даже одна треть чайной ложки. Ну, где-то капель пять-шесть. Вот. Все. капель пять-шесть кератина. Для волос он просто необходим. В данном случае у меня кератин производства Будапешт. То есть Венгрия. Венгерский кератин. Он мне очень нравится. Уже я вам показывала, я его использовала. Все. Вот и все. Вот эта вещь бесподобная вещь для кончиков волос готова. Цвет вот такой как бы мудненький. Сейчас я вам покажу, чтобы вы хорошо-хорошо увидели. Вот такой вот цвет получается. Сейчас я перелью в бутылочку, которую она мне дала. И этого хватит на кончике волос на ночь, на две недели. Вы знаете, как обработайте кончики волос на всю ночь, заплетите или уложите в хвостик, если у вас маленькие короткие волосы или заплетите в косичку и кончики прям обработайте на всю ночь. Все. Легли спать, но естественно нужно завязать сначала полиэтиленом или просто полиэтиленом закрыть, чтобы не испачкаться. Все. После этого создать такую теплую, знаете, теплую среду. Утром развязали, помылись или как и все. Ну я не мою, я себе две недели вот такой вот курс сделаю, но волосы конечно мою как обычно, два-три раза в неделю сколько вы моете, я не знаю, вот так. И все. Это лечение курс две недели девочки, каждый раз на всю ночь, на всю ночь. Ну а я вас всех люблю, целую, с вами была ваша Катя, пока-пока, будьте красивы и прекрасны, самое главное, будьте просты, потому что красота, истинное счастье и подлинный героист не нуждаются в громких словах. Вы у меня самые красивые, и всегда помните, в характере, в манерах, в стиле, во всем самое прекрасное. Это пара ста да. Пока-пока.